доброго времени суток зрители моего канала сегодня в рамках рубрики частное мнение игоря калинина я бы хотел рассказать или коснуться такой темы о формах собственности в российской федерации но вы задаете вопрос то есть каким образом это ну как бы я не юрист каким образом это как бы касается наших тем смысл чем на яндекс платформе до яндекс дем если кто-то из авторов до меня смотрит и кто дорос до монетизации там существует пара кнопок выбор между самозанятым и выбор между простым способом там заработка традиционным когда отчисляются все налоги при когда вы переходите на самозанятого у вас отчисляются отчисляется новый придуманный налог называется налог на профессиональную деятельность н.д. а н.п.д. а значит смысл в чем в 2018 году был сделан закон 422 фз вот где определился статус вот этот новый и новые и вот это вот сама деятельность то есть определены определены кто может этим заниматься как и какие отчисления там есть 6 процентов если вы заключили договор с юридическим лицом но допустим оказывать услуги и если между физическими лицами там 4 процента проблема не в этом все это проводится в рамках эксперимента и вот мое частное мнение люди которые не знаю ничем не рискует могут попробовать а если вы рискуете чем-то например у вас нет работы вообще и вы хотите стать самозанятым нужно подумать они не возникнут ли в будущем какие-то трудности потому что эксперимент рассчитан на 10 лет вот то есть я прочитал фазы частично вот начало шапочку и прочитал в одном из сайтов о финансовой культуре что это вообще такое мне стало интересно дело в том что я бы хотел показать другой момент окунуться в историю в нашу новейшую история которая была 25-30 лет назад да это та самая постперестроечная эра нэпа я ее называю нэп вот такой же как был после революции абсолютно один в один нэп значит полная свобода какие-то это и на этом фоне возникает новая небывалая форма собственности называлась частный предприниматель вот вот этот частный предприниматель история развития вот этой формы собственности она очень напоминает вот то же самое что мы сейчас видим значит в каком плане начинала все как простая извините за вульгарность замануха то есть ты пас про портной сапожник ты там хороший ремонтник аппаратуры еще чего-то ты работаешь один и на себя и хочешь работать на себя что тебе делать пойти в налоговую и взять красивое удостоверение частного предпринимателя потом когда полстраны бросила ооо вот эти вот разные другие формы собственности но основная масса была все-таки общество с ограниченной ответственностью и она была сразу тяжелым то есть в плыне в плане налогообложения документов там пакет учредителей и так далее то есть все это было сразу тяжелым она задумывалась не как сейчас модно говорить фирма однодневка там какие-то я вам скажу в девяносто втором году я зарегистрировал первое свое предприятие ооо лично приходили в чистом в белой рубашке в чистом приходишь как на праздник главе района главе администрации района и он лично с вами от с учредителями беседует и задает вопросы чем вы занимаетесь кто вы и почему и я считаю это очень важно и тебя вносит что ну что в этом как назвать что на районе появилось новое предприятие а в советском понимании то есть это был тот самый переход советском понимании что такое предприятие это серьезно это серьезные люди которые серьезно занимаются чем-то полезным то есть это вот было советское мышление это я считаю вот надо было сохранить они превратить в балаган вот вот эту всю вот то что мы сейчас видим мошенники там разные финансовые какие-то люди которые там по 10 фирм регистрируют даже это уже не интересно уже бросили но я так думаю уже все никому это не нужно но я к тому что потом после частного предпринимателя наступила эра индивидуального предпринимателя все стали и пешниками и вот это и пешная структура когда полстраны перешло на нее что сделали начали закручивать гайки гайки начались с того что если ты хочешь нанять наемного работника то отчет у тебя будет как а то есть никакого никакой разницы держать фирму или держать свое удостоверение ну практически нет если у тебя есть наемные работники и так далее так далее и апофеозом всей этой структуры стала обязательное отчисление страховых взносов пенсионный фонд то что я говорил раньше в раду других передачах когда если сделать строй идеальный строй буржуазный я имею ввиду ну то есть настоящий строй свободных людей когда каждый отвечает за себя и ведет сам свою бухгалтерию вот это как раз и есть апофеоз то есть все фонды просто рухнут никому не нужен фонд обязательного медицинского страхования пенсионные соцстрахования и так далее то есть хочешь у нас полно частных фондов и полно каких-то это у нас по определению уже ну просто по факту жизни все платная платная медицина платное образование все завоевания социализма у нас уничтожены там осталось чуть-чуть на бумаге формально а реально мы живем каждый сам за себя и за все платим в полном объеме не надо сама самих себя обманывать вот есть и страховка это страховка это тоже бур это тоже вид то есть вы как вы поняли страховка это услуга никакого нет бесплатного медицинского образования этого этого медицинских услуг бесплатных нету есть страховая медицина и это нужно понимать все и на этом фоне вот этого всего я не говорю что это плохо или или неплохо или хорошо просто на фоне вот этого всего действительности всей индивидуальный отчет за свои доходы должен вести каждый человек в нашей стране все на этом фоне повторюсь возникновение вот этой новой формы самозанятых но она как-то не она не сделала никакого революции но пускай продвинулась немного сторону вот этого вот индивидуализма где каждый человек у нас сам по себе один и сам герой и сам талант сам себе но мое частное мнение я бы не был таким вот прямо оптимистом в любой момент этих же самозанятых после 10 лет эксперимента могут либо полностью ликвидировать потому что увидят что ничего не произошло реально ну это типичная ситуация когда просто камень кидаешь воду круги разошлись и она снова ровно здесь то же самое люди научатся очень быстро общаться с этим с этими самозанятыми и проворачивать такие же операции как и все остальное как во всех во всей вертикали везде то есть люди приучаются работать новых условиях если правильно говорить это важный момент я вам скажу потому что не проблема не в том чтобы там скрывать налоги или еще что-то а проблема вот какой-то нагруженности есть и п и п было создано именно для вот этих самозанятых вам ничего не надо было делать и п нужно было оставить изменить добавить налог пнд ну там грубо говоря чтобы но возникнет возникнут определенные моменты но все равно это излишне вот этом это излишне какая-то непонятная вещь я между самозанятых еще как это касается допустим дзена он они же пишут на всю страну дай зарубежную транслирует дзен свои вот эти вот условия а у нас есть регионы где нету самозанятых вообще поэтому я думаю что вот когда ко мне один из моих авторов друзей обратился что меня не могут там он не может зарегистрировать что он не субъектом российской федерации так далее сообщение возможно это и есть та самая но вы поняли то есть он возможно живет там где нету этого эксперимента то есть у него только один выход простой заработок и все вот так это вот касается как большая так сказать законодательная база касается а вы коснулась авторов или блогеров но я блогеры не понимаю сильно но будут авторы вот что еще мои наблюдения вот я много лет у с 92 года работаю о то есть сообщества с ограниченной ответственностью то есть у меня были всегда свои фирмы то есть я приехал приехал зарегистрировал фирму она мне уже больше десяти лет есть статус микро предприятия где работает от одного до пяти человек это есть официально в госком стате каждый год я сдаю отчет в госком статус статистическое управление которое меня там регистрирует и знает что я вот такой то есть человек который живет один работает один все делает один снимает кино 1 вот есть другие люди я наблюдаю за этим всем что и пришел к выводу что с точки зрения законодательства и других вот реформа реформаторских вот этих вот движух движух да выражаясь простым языком движение вот эти вот создают юридические на сегодняшний день ооо является самым стабильным и совершенным таким вот как назвать формой совершенной формой получения дохода или хозяйственной деятельности все хотите жить полноценной жизнью и дышать полноценной грудью идите зарегистрируйте на себя о о о возьмите сто процентов капитала напишите что вы собственник этого этого предприятия вот перейдите там на упрощенку которая тоже самое что интересно что это упрощенка 4 6 процентов то же самое что и самозанятые то есть я сейчас плачу со своего дохода я веду предприятия не зарплаты а предприятия те же самые деньги что и будет что платят самозанятый единственное отличие конечно что если я захочу получить зарплату да как человеку физическое лицо как директор то мне придется заплатить полный объем но с другой стороны это полный объем он же идет фонды он фонды идет то есть я перечисляю больше ну к примеру да вот то есть 10 тысяч самозанятые перечисляет там сколько 400 рублей допустим или там 600 рублей и я перечисляю 50 процентов то есть получить с каждой тысячи заработной платы я перечислю 500 рублей налогов ну вот как то так друзья сами думайте но я очень осторожно относился к таким экспериментом пробовать надо но они дублируют они слишком дублируют все что есть уже создано юридически причем это прямой дубляж это все равно что создать предпринимателя который только сдает в наем живье ну все всем пока это что это просто это просто что это что Продолжение следует...